Привет, друзья! И сегодня я хочу вам рассказать и показать о том, что я беру с собой в поездку на целую неделю. И основной лозунг этого видео будут слова «максимум пользы и минимум веса», потому что я предпочитаю путешествовать налегке, я не люблю таскать с собой большие чемоданы, и вообще самый лучший, идеальный для меня вариант – это просто самый обыкновенный рюкзак, которого я сейчас покажу, в который влезает очень много, но тем не менее у него есть такая особенность, что он делает вес каким-то невесомым, он не дает сильной нагрузки на позвоночник, и это мне очень-очень сильно нравится, поэтому не будем тянуть, поехали! И вот мой любимый зелененький рюкзачок от Deuter, это альпинистский рюкзак. Я считаю, что эта фирма просто идеальна для путешествий, потому что у него отличная эргономичная спинка, которая не дает нагрузки на позвоночник вообще, то есть вы можете набить его просто доверху, он может быть тяжелым у вас в руках, но как только вы надеваете его на плечи, на спину, реально вес куда-то исчезает, у меня было много рюкзаков, и все они давали даже неимоверную нагрузку на спину, здесь я такого не чувствую, я безусловно могу вам советовать рюкзаки этой фирмы, очень классные, очень много всяких отделений, очень уместительные, честно говоря, не знаю, сколько 10 литров, может быть 10, вот с этим другом я и поеду. Ну, кроме того, я возьму с собой камеру, фотоаппарат, экшн-камеру, то есть это будут, наверное, самые такие нужные вещи для этой поездки, потому что без всего остального я, в принципе, смогу обойтись, ну, прям зубная паста. Ну и первое, что вы, безусловно, не хотите забыть, это ваши документы, билеты, ваши паспорта, потому что все-таки сборы сборами, самые главные вещи, без которых не обойтись, забыть все-таки не очень как-то хочется. Поэтому паспорта, да. Что касается какой-то уходовой косметики, которую я беру с собой, то мне, безусловно, пригодились мои вот эти вот няшки от Гарниер, потому что нет смысла тащить с собой огромные банки. Можно перелить сюда все-все свои любимые средства и нелюбимые. Самое-самое необходимое гель для душа, шампунь, гель для умывания. Я купила даже вот такую маленькую пасту, это просто, просто гляньте, какая она милая. Очень маленькая, стоила вообще, по-моему, 25 рублей на неделю, на двух человек этого хватит вполне себе. Ну, ватные диски и так далее. И вот такие баночки с кремом, ночной крем и дневной крем. На мой взгляд, просто вот все поместилось в этот маленький пакетик, который размером, ну, просто, ну, чуть больше, конечно, моей ладони. Так что это очень экономит место. Друзья, что касается декоративной косметики, мне кажется, я немножко переборщила. И сто пудов я буду пользоваться, не знаю, меньше половины из всего этого. Но, тем не менее, я подумала, что все-таки моя поездка выпадает на мой день рождения. И мне как-то, может быть, захочется накраситься, что я, конечно, сомневаюсь. Но, тем не менее, давайте я быстренько пробегусь. Первое, что я беру, это пудра. И пудру я беру, по большей части, потому что здесь есть зеркало. Очень удобненькое. Эй, привет! Ну, и, кстати, достаточно неплохая пудра. Почему бы и нет? Продукты для губ я беру. В путешествия в основном что-то нейтральное, что-то такое, что не имеет какого-то ярко выраженного цвета. Потому что, реально, в путешествии мне не до ярких губ. Я хочу заниматься совершенно другими делами. Поэтому вот такой блеск для губ, такая розовая помадка на каждый день. Но на свой день рождения, если я захочу, то на мне будет вот эта вот красавица. Это матовая помада от Avon. Это их недавняя линейка, которую они выпустили. И это просто, я не знаю, это я, моя душа, заключенная во флакон помады. Ну, только посмотрите на этот цвет. Камера не передает всей его красоты. Его текстура просто-просто божественная. Вау, просто. Я не могла ее не взять. Может, я ее даже не воспользуюсь, но пусть она будет. Тенюшки Maybelline Color Tattoo в таком розовом оттенке. Оттенка розового золота. И это универсальные тени. Я, в принципе, могла взять только их. Но, конечно же, я почему-то на этом не остановилась. Идеально для путешествий. Просто вообще их обожаю. Ну, корректор на всякий случай, да. Тушь для ресниц. Вообще обожаю ее. Мне кажется, что она пахнет ванилью. Она реально пахнет ванилью. Друзья, супер тушь. Следующий момент я думаю все-таки выложить. Я решила взять эту огромную палетку All That Grace от Essence. Потому что она мне показалась очень универсальной. И здесь есть как и румяна, так и хайлайтеры, так и тени для подводки. Сейчас покажу. Открывайся. Очень надежная упаковка. Ничего с ней не случится. И большое зеркальце. То есть она очень хорошая, очень качественная. Поэтому, наверное, все-таки возьму. Потому что я не беру никаких румян. Ладно, пусть будет. Я же для этого и купила, чтобы брать ее в поездке, чтобы не брать других теней. Дальше, дальше что у меня тут? О, маленький карандаш для бровей рыжий. Так, ну я взяла такой холодный тауповый оттенок. Холодный коричневый, чтобы... Вдруг мне захочется сделать контурирование. То, что вряд ли, но пусть будет. Вот, я говорю, огромная косметичка и карандаш темно-коричневый для глаз. И это все. И несмотря на то, что мой чехол для кистей и сами кисти достаточно объемные, я все-таки решила их взять. Я, кстати, их все вымыла. Они у меня чистенькие. Пусть будет. Потому что в чехле хранить их удобно, их удобно перевозить. Ничего с ними не случится. Так что он достаточно большой. Но, черт возьми, он мне нравится. Поэтому я его беру. Ну, чтобы как-то скоротать время в том же перелете или переезде, обычно люди берут или книжки, или наушники. Но я в этом случае точно возьму свои ежедневнички, какие-нибудь ручки, карандашики. Потому что я не могу реально читать книжки, когда я куда-то еду. Потому что я вся в этой поездке. Я смотрю по сторонам. Просто у меня глава на 180 градусов. Мне хочется узнавать что-то новое, что-то познавать, изучать. И записывать все это в свой ежедневничек. Или в крайнем случае я могу в нем порисовать. Поэтому я беру его. Друзья, еще буквально пара слов про одежду, которую можно с собой взять. Скажу так. Я не беру много одежды никогда. И считаю, что одежда должна быть в первую очередь удобной, практичной. И должна не вызывать какого-то дискомфорта и неприятных ощущений. То есть я пойду обычно или в кедах, или в кроссовках, в леггинсах, в толстовке и в куртке. То есть все будет на мне. И с собой я беру только пару сменных футболочек, джинсы и носки. То есть вообще ничего с собой не беру. Все будет на мне. Особенно это актуально для таких путешествий, где вы собираетесь ходить на экскурсии, гулять, смотреть город. То есть не какие-то курортные, да. А именно такие больше познавательные. Так что, друзья, это были все вещички необходимые, которые я возьму с собой в поездку. Как вы видите, их не очень много. Точнее совсем немного. И мой рюкзак реально очень-очень легкий. Я не буду чувствовать практически его вес. Поэтому надеюсь, что мое видео было вам полезным. Вы что-то почерпнули. За исключением того, что все-таки с декоративной косметикой я переборщила. И, скорее всего, я все-таки половину из этого выложу. Но, тем не менее, друзья, путешествовать это здорово. Путешествие это прекрасно. Поэтому будьте счастливы, будьте здоровы. И оставайтесь все время любопытными. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. 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 Пока-пока.